Добрый вечер! Меня зовут Анна Ребко и мы начинаем социальную программу «Вопрос ребром». В нашей студии мы отвечаем на самые актуальные вопросы. Сегодня у нас в гостях директор Центра физической культуры и спорта Дмитрий Павин. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Как у вас настроение? Да, великолепное. Готовы отвечать на наши вопросы? Ну, я постараюсь. Отлично! Дмитрий, вы совсем недавно участвовали в голосовании на лучшего посла ГТО «Ямала» и вы представляете новую Уренгой. Расскажите, пожалуйста, в чем суть этого конкурса? Это выбирают официальное лицо, официального представителя в регионах. Там будет выбрано три посла, три представителя, которые будут представлять регион. И этот проект, который проходит, ну, не проходит, он… Образован. Ну, да. Проект ГТО на федеральном уровне. Также ездить, позиционировать, популяризацией заниматься именно ГТО. Рассказывать о нововведениях, новшествах. С 18-го и с 23-го года будут новые нормативы по этому проекту. Поэтому также эти нормативные акты надо будет изучить. И также на местах, именно в муниципалитетах уже рассказать, чтобы это было не всем, да, там… Ну, имеется в виду не всем рассказывать, а проведение фестиваля. Как они проводятся, как проводятся нормативы ГТО. Какие нововведения приходят, да, это увеличение ступеней и тому подобное. Ну, в России-то впервые стартовал такой вот проект по, так сказать, ну, чтобы донести, да, россиян, что это такое, готов к труду и оборудованию. Да, я, во-первых, он впервые, во-вторых, все-таки этот проект нужно поднимать на новый уровень, и чтобы были те люди, которые все-таки занимаются физическое развитие, физической культурой спорта на местах, в муниципалитетах, в регионе, они были, ну, у них была более ответственность для развития этого проекта. Ну, то есть, чтобы мы понимали, мы понимаем, что только популяризация, это, значит, рассказывать об этом замечательном движении, да, физической активности, то есть, просто немножко слабо представляется, как этот формат будет реализован в реальной жизни. Я хочу честно сказать, что пока на 100% мы, я думаю, и все мои конкуренты, они не знают, насколько он, ну, как он будет реализован. Мы все понимаем, мы только для чего он нужен, имеется в виду, что это именно развитие этого проекта в регионе. Ну, то есть, формат понятен. Да, формат понятен, да, направление понятно, но какие-то именно вводные, точечные, я думаю, что это будет после объявления конца конкурса, будет уже курирующий, я думаю, есть курирующий человек, который нам это все разъяснит. Хорошо, тогда нашим зрителям, нашим подписчикам стоит разъяснить, что такое все-таки ГТО и какие нормативы в него входят. ГТО — это всероссийский спортивный комплекс, направлен на укрепление здоровья граждан, нации, в частности. Нормативы туда входят, это, я сразу скажу, что это минимальный набор тех нормативов, которые должен выполнять среднестатический человек. Для того, чтобы человек понимал, что он бодр духом, здоров и весел. Это беговые, силовые испытания, поэтому ничего сложного в этом нет. Это 11 ступеней, с первой по 11 ступень. Дети от 6 лет и старше, до 70 и старше. Ну, мы понимаем, что категория у мужчин и женщин тоже, ну, разные. Ну, конечно, нормативы, нормативы разные. Они в силовых показателях разные. Беговые, беговые у женщин у всех одинаковые. Ну, у мужчин и женщин одинаковые. По возрастам. Конечно, все это еще делится по возрастам. Просто на самом деле интересно, как обывателю, может быть, вы как специалист еще и по своей трудовой деятельности, и как спортсмен. На самом деле, сколько нового рингойцев могут выполнить хотя бы половину или весь нормативный состав входящий? То есть насколько, ну, это иногда кажется, что просто. А когда начинаешь проходить эти нормативы? Ну, сейчас на сайте зарегистрировано, на сайте АИС ГТО, зарегистрировано больше 2000 человек. Это нового рингойца. В этом году выдано больше 1000 знаков золотых, бронзовых и серебряных знаков отличия. В принципе, тенденция развития неплохая. И мы видим, что с каждым годом у нас по статистике у нас увеличение, увеличение зарегистрированных и сдавших. Здесь нужно просто начать. Начать где-то какие-то, если нормативы все-таки не проходят, ну, не можешь где-то выполнить или еще что-то. Есть центр тестирования, где специалисты могут подсказать, подтянуть. У нас хватает спортивных объектов, именно Центра развития и культуры и спорта, на которых можно подтянуть тот или иной вид для того, чтобы сдать. Для этого требуется, для сдачи нормативов полностью, ну, есть год. Можно спокойно подготовиться, можно спокойно пройти и получить свой знак отличия. А нужно быть очень целеустремленным человеком. В спорте иных не бывает. Ну, у нас люди все-таки подразделяются на таких людей, которые работают, да, и у них есть другая социальная нагрузка, ну, какая-то еще, там, не знаю, может, и дополнительная педагогика какая-то, еще что-то. А есть люди, которые работают и могут себе позволить в вечернее время, ну, прийти в спортзал, да, там, потренироваться. Также в процессе тренировок они при уже сдаче нормативов, они могут проверить, ну, те или иные свои способности, где у них что-то отстает. И все это подтянуть, и я еще раз говорю, что это минимальный набор, и он не настолько сложен, как кажется. Ну, действительно, было бы желание. Да, 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 вся информация, вся информация есть на сайте ГТО, на официальном всероссийском сайте, и все нормативы есть. Я еще раз говорю, что мы всегда готовы помочь, готовы помочь как информационно, так и тактильно, имеется в виду, что помочь подтянуть тот или иной вид спорта. Ну, испытания. Ну, Дмитрий, вообще работа Центра физической культуры и спорта не зависит от сезона. То есть зимой и летом вы проводите очень много спортивных мероприятий. Расскажите, насколько физически активны новые урингойцы, как взрослые, так и подрастающие поколения? Ну, сам Центр в год где-то проводит более 250 мероприятий. Это спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, в которые входят и спартакиады, как студенческой молодежи, в администрации, спартакиады администрации. Ну, более 10 спартакиад, которые мы проводим. Активность, конечно, зависит от времени года. В зимний период жители немного... У нас тенденция такая, что в зимний период более активно это взрослое поколение, которое выходит на массовые мероприятия. Это лыжные гонки, это катание и какие-то городские праздники со спортивным уклоном. А в летний период это все-таки преобладают подростки и дети. Но у них, с вами, немножечко совсем другое направление. Это скейтинг, баскетбол, волейбол, игровые виды спорта. Такой игровой, да. В принципе, активность-то неплохая, но на некоторых, ну, я говорю, что на некоторых спортивных мероприятиях, именно в общемассовых мероприятиях, хотелось бы, чтобы все-таки выходили всеми семьями. Показывали по доставящему поколению, показывали, как идет развитие физической культуры вообще в городе. И какие есть мероприятия, и как они проводятся, и что для этого нужно. Ну, быть просто в спортивной среде города. Скажите, особенно вот массовые мероприятия спортивные требуют определенной такой, мне кажется, масштабной организации. Насколько это сложно? И есть ли какие-то проблемы вот в этом, в этой сфере деятельности вашего центра? Может быть, что-то улучшить, на ваш взгляд? Нет, улучшать, улучшать всегда нужно. У нас и мир не стоит, он всегда прогрессирует, это новые виды, методы проведения. Ну, у нас, конечно, и существуют какие-то, может быть, моменты, там не хватает человеческого ресурса для проведения. Какие-то все равно есть провалы, там, моменты. Но масштабные мероприятия все равно мы, ну, организация проведения их, она где-то планируется на недели за две. Для того, чтобы какие-то нюансы увидеть или еще что-то, ну, со временем. И хотелось бы, конечно, по концу именно мероприятия, я думаю, что объективность была бы в этом, чтобы сами жители города, которые пришли и поучаствовали в каком-то масштабном мероприятии, давали обратную связь нам, ну, понятно, есть обратная связь, которая где-то она негативная, да. Но обратную связь не негативную, а с советом, да. Что бы они хотели, да, например, на определенном мероприятии, они, например, потому что они были, может быть, в каком-то другом городе, видели практику других муниципалитетов, регионов и всего остального. И где-то могли бы подсказать, и мы также могли бы, ну, грубо говоря, сообща, это все, да. Да, ну, даже не внедрить, мы, может быть, и это знаем, но в какой-то момент, может быть, или забыли, или где-то не увидели, где-то не доработали, или, ну, вот, куча всего вот этих, по вот этим позициям. Но хотелось бы отрабатывать именно с жителями города, потому что у нас город небольшой, и он, я считаю, что он спортивный. И совместно вот эти вот какие-то нюансы, мы бы все вот эти углы бы убрали. Ну да, столько спортсменов, как в Новом Уренгое, я ни в одном городе не видел. Нет, конечно, да, я очень много езжу по своим соревнованиям, и я настолько, я рад, что я живу вообще в Уренгое и в этом регионе, насколько он поддерживает спортсменов, и здесь есть очень достойные спортсмены, их много, спортсменов, поэтому, да. Какие проекты реализует центр, если реализует, потому что интересные, которые бы были интересны нашим новым уренгойцам, и, может быть, есть в планах какие-то новые? Мы всегда в поисках, мы всегда в поисках проектов. У нас проект, это один из таких, это спорт каждый двор, мы его реализуем уже третий год. Ну, он очень интересный проект, и социально интересен, я думаю, что и горожанам интересен. В летний период, когда с 1 июня мы выходим на спортивные площадки, открытые спортивные площадки, дворовые, специалисты центра, и проводим спортивные мероприятия для детей. Эстафеты в игровой форме, в спортивной форме, для того, для досуга именно детского, ну, детей, дошкольников, ну, постарше. Очень интересный проект, и с каждым годом мы видим также этот прогресс, прогресс детей. Люди перед летом нам звонят, спрашивают, когда будет список, расписание именно дворов. У нас мы берем часть, ну, сначала северную часть, потом южную часть, делаем там эстафеты, выявляем лучшие команды, и закрытие у нас идет на какой-то общей площадке. В прошлом году это был виадук, в этом году это был парк, спортивная площадка «Экстрим». И проводим такие вот мероприятия. Здесь бы хотелось бы, конечно, чтобы немножечко участвовали, больше участвовали взрослые, чтобы это было немножко семейное. Изначально, когда мы продумывали этот проект, он, я вообще хотел, чтобы этот был праздник двора. Вот чтобы были ближайшие дворы, мы выставляем музыку там, мы выставляем спортивный винтарь. И хотелось бы, чтобы вот люди, да, которые, ну, выходят куда-то, там, магазин или еще что-то, ну, или, может, ну, которые не задействованы, конечно, на работе, приходили, принимали участие, где-то знакомились. Это же все-таки большие дворы, люди друг друга, может, не знают. В процессе какого-то мероприятия, игры, там, не знаю, эстафеты, познакомились. Ну, такое общение, оно… Ну, сближается. Позитивно, да, но позитив на весь день. Ну, и, в принципе, дети, видя азарт родителей, когда они принимают участие в этой физической активности, они также берут пример. Да. Ну, это очень положительный пример. Я считаю, что, ну, вообще, родителям нужно брать, брать пример теперь с детей, брать эту активность, и брать теперь детей, идти на все, стараться на все мероприятия, чтобы вот именно вот вся вот эта преемственность семьи в спорте, в спортивном направлении, она все-таки у каждого ребенка, у каждой семьи, она сохранялась. Что самое сложное в вашей работе вы можете отметить? Может быть, есть какие-то такие вот моменты, на которые вы чаще всего каждый год обращаете внимание? Ну, это человеческие ресурсы. Очень много мероприятий. Мероприятий, может быть, не настолько масштабных, но это мероприятия такие, которые нужны для развития, для развития спорта, физкультуры, развития массовых видов спорта, и их очень много на неделе. И есть такое, что мы семь дней готовим мероприятия, чтобы их в субботу-воскресенье провести. Но это те же люди выходят, которые и выходят в субботу-воскресенье. Но этих мероприятий в субботу-воскресенье может быть много. И как мы говорим, да, о качестве проведения и всего такого, да, хочется везде сделать качественно. Хочется вот именно на вот этом мероприятии сделать качество и на этом мероприятии качество. Но где-то, я говорю, где начинаешь какие-то прерогативы ставить или акценты, да, где-то что-то просело, где-то ещё что-то. Мы это стараемся проанализировать, убрать эти моменты. Но, я говорю, самое сложное — это количество людей. Количество людей для проведения. А так, ну, мы готовы выйти, ну, не знаю, мы готовы проводить. У нас нет каких-то, не знаю. Ну, в общем, ну, в принципе, как и в любом труде, как и в любой организации, я думаю, что есть свои какие-то нюансы. Поэтому здесь, как бы, момент тот же. Ну, да, да, да. Какие-то внутренние, невнутренние. Но я ещё раз говорю, что только в количественном составе и в, ну, качестве. Да, в общем, зависит напрямую. Да. Скажите, на Ваш взгляд, каких спортивных направлений, возможно, не хватает в нашем городе, чтобы развивать их полноценно? У нас, в принципе, у нас все спортивные направления, они все задействованы в тех спортивных площадках, которые имеются в городе. По мне, так не хватает олимпийских видов. Мне очень нравится лёгкая атлетика. Это, ну, летние виды спорта. Лёгкая атлетика – это там метание молота, метание копья, диска. Ну, такие силовые. Хочется, чтобы были такие направления, чтобы в Уренгое были не только спортсмены высших достижений, ну, спортсмены, ну, не олимпийских видов спорта, и чтобы были олимпийцы, ну, чтобы были территории для того, чтобы они могли, объекты, чтобы могли они тренироваться на этих объектах. Ну, вот как раз-таки хотела подчеркнуть, что они должны быть крытыми для таких видов спорта. Крытые, открытые. У нас, если мы видим сейчас погоду, то погода у нас, в принципе, радует, и очень много можно сейчас каких-то тренировок проводить. Нам только вчера позвонили, попросили провести ГТО на авиадуке. Я говорю, что, как бы, ну, плюс четыре, там, все остальное, говорит, нам вот самое то, мы хотим, да, там, беговые сдать именно вот на уличной площадке. Поэтому климат меняется, и это все 50 на 50 сейчас. Да, и крытые нужны площадки, но это тот формат, который был бы очень уместен в городе. Ну, и опять же, кадровый резерв. То есть для таких видов спорта нужны тренеры, чтобы на таком профессиональном уровне выводить спортсмена? Ну, здесь, конечно, ну, это уже другая, может быть, немножко каста тренеров, ну, кадрового резерва, судейства. Ну, было бы желание, были бы объекты. Все это, ну, настолько это все решаемо, и, ну, можно пригласить судей, можно, ну, решается. Все решается, решается в учреждениях. Я еще раз говорю, что главное желание. Ну, вообще, в принципе, с кадровым составом тренеров у нас в Новом Уренгое, как обстоят дело? Ну, я уже перед этим говорил, что, в принципе, нет, все отлично. На местах сейчас те профессионалы, которые вывозят и подготавливают спортсменов, у нас центр занимается также выездами на чемпионат у этого ЯНАУ. Мы также смотрим, мониторим выезда на другие, более высокие уровни соревнований. И это очень большие команды, это много команд выезжает за год. Поэтому и мы привозим первые места и в ЯНАУ, и в Уральском федеральном округе по различным видам спорта, особенно по игровым видам спорта. У нас очень развиты игровые виды спорта, как баскетбол, волейбол, мини-футбол. Поэтому у нас с профессионалами, с тренерами проблем нет. Это только, ну, когда, если что-то ведется, новый вид спорта, тогда надо будет думать. Хорошо. Вот теперь у меня вопрос к вам, как к профессиональному спортсмену. Допустим, если у родителей есть огромное желание воспитать своего ребенка будущего чемпиона, есть ли у вас какой-то действенный совет для таких пап и мам? На базе центра сейчас реализуется проект «Стань чемпионом». Это инновационный проект, который помогает выявить на ранней стадии развития ребенка, его предрасположенность к спорту. Тестирование проводится от 5,5 лет до 12 лет. Это очень интересно. Да, и сейчас мы, ну, в данный период, недельный, там, двухнедельный, мы это все делаем, обрабацию на базе садика «Калинка». Протестировали уже 76 детей там, но за год мы уже протестировали 364 ребенка. Очень интересный проект в плане того, что он показывает по 150 показателям его предрасположенность. Это и физиологическую, и антропометрическую, ну, и все вот эти вот моменты. По концу, по концу уже тестирования выходит рекомендационный лист, где родителю уже расписано его физические показатели, физиологические показатели, вот, ну, все параметры, плюс сердечный ритм, там очень много показателей. Рекомендации по виду спорта. Это именно направление, не говорится о том, что, да, вот он будет, например, фехтовальщик. Нет, это направление. Его динамические способности, по ним уже выстраивается логическая цепочка именно видов спорта. Я считаю, что если у родителей есть такое, ну, желание, то им стоит пройти такое тестирование для того, чтобы собрать воедину все свои желания и желания ребенка и их сопоставить для того, чтобы выбрать правильное направление. Потому что зачастую у нас родители, особенно под, ну, дошкольников, выбирают виды спорта более популярные, да, особенно это было заметно, когда, например, на Олимпиаде у нас победила девочка, да, по фигурному катанию. И у нас очень массово начали записываться на фигурное катание. Не спорю, отличный динамичный вид спорта, красивый, осанка, фигура и все остальное. Но у нас очень много видов спорта, которые также требуют хороших спортсменов, именно достойных спортсменов, которые должны, ну, не должны, а которые могут представлять Новый Ринго и Ямал на соревнованиях высшего уровня. Вот как родителям узнать о таком инновационном направлении? Где информация? Потому что, допустим, я не знала об этом, к своему стыду. Информация есть и на сайте нашего учреждения, информация есть и в группе ВКонтакте нашего учреждения, центра. Информация есть на всероссийском сайте «Стань чемпионом». Заходите туда, выбираете регион, забиваете все данные ребёнка, выбираете место тестирования, выбираете время и приходите с ребёнком. Там все рекомендации есть, как, что, медицинские справки и всё остальное. То есть почаще на Ваш сайт заходить нужно? Ну, в принципе, да. Чтобы быть в курсе всех событий. Вот у меня ещё такой интересный вопрос. Как раз всё-таки, опять же, про взаимоотношения родителей и ребёнка в плане спортивного выбора. Стоит ли его заставлять? Я просто очень многих знаю, которые, допустим, если ребёнок ходит в карате, то должен непременно, если уж раз он начал ходить, то получить чёрный пояс. То есть обычно ребёнок в этом возрасте себя ищет. То есть попробовать там немножко, тут. Нет, не стоит заставлять по одной причине, что ребёнок через силу, он не будет делать никаких результатов. Мы все знаем это с своего детства, когда заставляли делать уроки. Мы сделаем их так, а если он будет заставлять, мы не будем делать так и в спорте. Не откроются ни физические данные ребёнка, ни его… Ну, он не будет просто психологически, морально не удовлетворён. То есть очень не будет доставлять радости. Да, и я всё-таки склоняюсь к тому, что ребёнку на ранней стадии нужно заниматься именно игровыми видами спорта, где работает вся группа мышц, где работает умственная способность его, логическая и физическая. Когда он может именно аналитически понять своё тело, где, что, а потом уже совместно, может быть, с родителями, или совместно сам или с друзьями уже выбрать направление, то, которым бы он хотел заниматься и понимать. И также всё-таки нужно понимать, каких результатов хотят добиться родители, каких результатов хочет добиться ребёнок. Ну, это спрашивать надо. Не значит, что там 5,5 лет ребёнку 5 или что, у него не имеет своё мнение. Он имеет своё мнение показывать ему какие-то достижения, может быть, каких-то спортсменов. И тогда сложится всё воедино, какая-то мысль по виду. Ну, вот что, допустим, например, касается взрослых. Мы знаем, что есть различные типажи фигур, физиологические, там, различные строения. Вот вы можете на первый взгляд определить по прохожему, ну, к примеру, в каком виде спорта он мог бы себя проявить? Я так всегда делаю, всегда наблюдаю, особенно когда есть свободное время где-то. Я считаю, что вид спорта, он должен корректировать человека и могли все понять. Ну, не все, а те люди, которые в спорте, понять, к какому виду спорта или каким видом спорта занимается человек. Да, и смотришь, да. Ну, может быть, где-то ошибочно, потому что мы можем спутать лёгкую атлетику, беговые виды спорта с футболом. Но мы всё равно будем понимать, что это спортсмен, именно он динамичный спортсмен. Там силовые какие-то, да, там, это, ну, большой плечевой пояс, там, большие руки, маленькие руки, там, большая грудная клетка, большая шея, сломанные уши. Это всё такие показатели, есть общефизические показатели, да, которые мы понимаем, что идёт общее развитие именно целостности спортсмена, да. Это, ну, это, конечно, больше сказывается на индивидуальных спортсменах, которые занимаются индивидуальными видами спорта. В командных это всё-таки так же мы можем наблюдать, если это футболисты, то всё равно там какие-то большие кроножные мышцы. Баскетболисты это очень высокие, волейболисты тоже высокие, но баскетболисты у них чуть помощнее, чем волейболисты. Ну, я так замечаю, с кентробометрией человека, да, и, ну, это сказывается на каком-то, и выборе человека в виде спорта. Всё-таки, например, ребёнку нужно показать вообще, да, мы занимаемся каратэ, да, если мы хотим заниматься каратэ, вот, показать, как будет, будешь ты выглядеть, да, там, заняв, ну, уже вырасти и достичь каких-то результатов, вот, будешь вот так выглядеть. Может быть, он хотел бы выглядеть более массивно, например, да, там, или ещё что-то. Ну, вот такие вот уклоны. Понятно, это не прямые показатели для выбора вида спорта. Это такой набор информации, мелкой информации для ребёнка, для вообще выбора для любого, ну, кто пытается заняться видом спорта, которые критерии он должен набором понимать. И тогда уже выбор, он будет более объективный. Потому что зачастую, да, там, я ещё раз говорю, что пытаюсь заниматься одним, а потом нравится тебе, не знаю, там, фигура, скорость, динамика или ещё что-то там другого. А ты здесь уже чуть сломался, или ещё что-то такое. Ну, и вот такие вот моменты. Можем потерять какого-то отличного спортсмена. Вы лично долго искали свой спортивный путь? Ну, нет. Нет, недолго. Нет, я сначала занимался, так, конечно, боевыми искусствами. Это очень так немножко давно. Я по кикбоксингу был кандидат в мастера спорта, а потом приехал, когда в Уренго, и здесь я так понял, что он был не сильно развит, этот вид спорта. И поучаствовав, я выбрал свой вид спорта. На первых соревнованиях по армрессингу выбрал. Да, он мне нравится. Ну, это кардинально разные виды спорта. Это разные виды спорта. И вот я вам хочу сказать, в чём разница. И сейчас я иногда думаю, почему я не занимался раньше. Я просто смотрю на динамику спортсменов юных, которые занимаются этим видом спорта. И я понимаю, что я бы, если бы занялся раньше, я бы раньше стал чемпионом мира. А если бы я занимался раньше, я бы раньше, не знаю, достиг кучи каких-то регалий. Поэтому мне тогда никто не объяснил. Такого не было, как сейчас, информационного потока в этом направлении. Сейчас это всё доступно, сейчас это всё настолько есть, что, в принципе, можно всё воедино собрать и сделать из ребёнка отличного спортсмена. Замечательно. Впереди, я так понимаю, что у Центра физкультуры, спорта, физической культуры, немало ещё мероприятий, которым предстоит провести, потому что у вас не бывает полугодий или год заканчивается, или ещё что-то. Это всё циклично. Мы даже на новогодние праздники не уходим. Ну вот я про это и говорю. То есть впереди нового лингвиста ждёт ещё много насыщенных мероприятий. Да, ждут. И проекты новые же будут, обязательно будут у нас. Всё-таки зреет, и мы сейчас прорабатываем этот проект. Спортивная аллея, спортивная аллея славы на Виадуке. Очень отлично. Я эту мысль уже грел очень долго. Ну, со дня основания Виадука, наверное. И сейчас прорабатываем. Я надеюсь, что на следующий год мы как-то этот проект продвинем, и он заживёт. И весь город, потому что сам Виадук пользуется огромной популярностью у спортсменов, у активных образ жизни жителей. Да, и я бы хотел, чтобы они видели, что у нас есть спортсмены высших достижений, те, которые юные спортсмены, которые уже занимают высокие места на пьедестале. И это будет аллея. Она, ну, в том проекте, как я хочу увидеть, я думаю, что очень будет красиво. И оно сподвигнет других юных, может быть, пока ещё только за здоровый образ жизни жителей заниматься тем или иным видом спорта. Дмитрий, у меня последний вопрос. Что бы Вы пожелали варенгойским начинающим спортсменам и те, кто только хотят заняться физической активностью? Кто заняться? Ну, самое главное, я уже объяснил, что это надо выбрать этот вид спорта, понять, зачем он нужен, понять, какие цели преследуются. И я своим спортсменам всегда говорил, что если не будут гореть глаза, не будут никаких результатов. И Вы всегда должны знать своих кумиров в спорте. Может быть, это не кумир, но это элитный спортсмен, который пока может быть не сдвигаемый. Надо знать его историю, надо знать его тактику, технику. В любых видах спорта есть такника и техника. А спортсменам терпение. Не переживать, если где-то что-то не получается. Кажется, что всё. Например, проиграл на каком-то турнире, особенно на высоком турнире, чемпионат России, чемпионат Европы, мира. И кажется, что всё, где-то жизнь остановилась, где-то я что-то недоработал. Нет, это только первый шаг к тому, чтобы обосмыслить, поднять этот опыт, который ты взял на этом мероприятии, на этом соревновании, обработать его и выйти уже на следующий старт, уже совсем с другим настроением и с другой силой. Спасибо Вам большое, что были у нас в прямом эфире на нашей программе «Вопрос с ребром». Будем очень рады видеть Вас снова, с новыми проектами, с новыми лучшими идеями. Спасибо. В эфире была программа «Вопрос с ребром». В студии была Анна Ребко. Увидимся в следующий четверг в 19.00. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok